Выявлены 8 лучших стрелков по итогам второго дня чемпионата республики по стрельбе из классического яблочного лука. Всего в соревновании приняли участие 87 мужчин и женщин из 17 районов Якутии. О финалистах и о различии классического яблочного лука расскажет Александр Зубехин. От гремель звуки гимна Якутии. 87 спортсменов настроились на игру и стрелы полетели в мишень. То, что такой зал мы имеем в городе Якутске, это во всем Сибири и Дальнем Востоке нигде такого нет. То есть мы уже можем практически именно в месяце марта проводить такое упражнение длинной дистанции. В одной из 16 финала лучники спаррингуются парами по олимпийской системе. Задача участников сделать выстрелы с помощью своего лука в пяти сериях. На этих соревнованиях стрельбы ведутся из двух видов лука. Это блочный и классический. Разница между ними в форме, а также в том, что на блочном луке находятся вот такие блоки-колесики, которые позволяют увеличить силу выстрела. Соответственно, стрела летит быстрее. Однако, данный вид лука еще не включен в олимпийские дисциплины. Нужно попасть в мишень. Победит тот, кто первый набрал шесть очков. Таким способом в конце соревновательного дня в одной и второй финала будут выявлены бронзовые призеры. В плачном луке сейчас 17 участников. Получается, я в данное время гидирую. Вчера стреляли на 70 и на 60 метров. А сейчас вот на 50 и на 30 метров собираемся. По итогам второго дня стрельбы в классическом луке среди мужчин лидирует Алексеев Мичил из города Якутска, а в блочном Павлов Асим из Черпчинского Улусов. В классическом луке среди женщин лидирует Тимофеева Евгения из города Якутска, а в блочном Винокурова Даяна из Намского Улуса. Такой вид спорта, он не субъективный. А объективный, если ты попал в десятку, то попал и выиграл. Уже завтра оставшиеся 8 финалистов чемпионата будут отстаивать звание чемпиона республики. Победители чемпионата войдут в основную команду республики и будут отстаивать честь Якутии на Кубке России в городе Алушти – Республике Крым. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова